МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из создателей современного ядерного щита России. Более 10 лет он был директором ядерного центра. С 2008-го научным руководителем городообразующего предприятия. А с 2017-го почетным научным руководителем. С 2003-го действительный член Российской академии наук. 9 октября свое 80-летие отметил ради Иванович Илькаев. Первыми юбиляра поздравили руководители госкорпорации Росатом, Нижегородской области и Русской православной церкви. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил ради Илькаеву поздравительную телеграмму от президента Российской Федерации и почетную грамоту полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев наградил ради Ивановича отраслевым знаком отличия за вклад в развитие атомной отрасли первой степени. Заслуги ради Илькаева перед Русской православной церковью были отмечены Орденом Святого Благоверного Князя Даниила Московского I степени. Награду вручил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Чествование почетного научного руководителя Ядерного Центра и действующего члена Российской Академии Наук продолжилось на торжественном заседании Научно-технического совета, которое началось с поздравительных телеграмм от президента и председателя правительства Российской Федерации. О вкладе выдающегося ученого и исследователя в становлении и развитии ядерного оружейного комплекса нашей страны рассказал директор ФИАСНИЕВ Валентин Костюков. Он является инициатором и ведущим разработчиком десятков проектов, многие из которых были реализованы в серийном производстве и поставлены на вооружение, обеспечивая силу и прочность ядерного щита нашей страны. И сегодня целый ряд проектов, в разработке которых определяющую роль играл Радий Иванович Илькаев, составляет основу ядерного боевого оснащения нашей страны. По его инициативе разработаны новые средства диагностики, необходимые для создания научно-достоверных методов моделирования для решения долгосрочных задач надежности ядерного арсенала России. Радий Иванович широко публикуется и широко цитируется в открытой науке. Он имеет исключительно высокий индекс Хирша среди специалистов ядерно-оружейного комплекса и является 13-ти соавтором патентов и свидетельств на изобретение. Вклад Радий Иванович в укрепление ядерного щита нашей страны и создание новейших образцов вооружения высоко оценен правительством. Приказом министра обороны за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, его наградили медалью за укрепление боевого содружества. Благодаря таланту ученого, самоотверженной профессиональной деятельности, ваша работа имеет неоценимое значение в поддержании и совершенствовании нашей ядерной мощи, залогом мирного развития России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в работе на благо нашей Родины. Поздравляя юбиляра от имени Президиума Российской Академии Наук, Александр Литвак отметил, что Радий Иванович – выдающийся ученый и организатор. Благодаря его активной позиции Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики является лидером по многим направлениям. Чрезвычайно важной также является инициированная вами связь и сотрудничество с международными ведущими научными лабораториями и также с ведущими институтами Российской Академии Наук. Радий Иванович никогда не был только кабинетным ученым. Он внес крупный вклад в формирование современного облика РФИА-СУНИЕВ как многопрофильного научно-технического центра. На фундаменте ядерно-оружейной деятельности сформированы коллективы и успешно развиваются другие виды работ, тесно связанные с лазерно-физическими, электрофизическими исследованиями, радиационным воздействием, новой адаптацией уникальных математических комплексов. Те, кому довелось работать плечом к плечу с Радием Ивановичем, отзываются о нем как о человеке слова и дела. Его отличает удивительная интеллигентность. Это очень важно, потому что мы все видели стиль работы Юль-Борисча Харитона. И вот Радием Иванович один из преемников и стиля руководства Юль-Борисча, и того духа, который родился в процессе создания ядерного оружия. Это высочайшая профессиональная ответственность. Сам юбиляр в ответном слове отметил высокое значение науки в современном мире, а также роль Российского федерального ядерного центра в развитии и укреплении оборонно-промышленного комплекса России. Такого института больше в мире нет. И поэтому к нашему институту нужно относиться всем гражданам России как достоянию нашего Отечества. Радием Иванович работает в ядерном центре более 50 лет. В 61-м году прошлого века он приехал в наш город после окончания института. Его слова о благодарности были обращены к тем, с кем ему довелось работать на различных этапах своей деятельности. Мне пришлось работать с сотнями талантливых руководителей, инженеров, ученых. И я, конечно, им очень и очень благодарен. И я считаю, что главные задачи, которые ставила перед нами страна, мы выполнили каждый, конечно, на своем посту, каждый в меру своей ответственности. Ну а всех вас я благодарю, что вы пришли на эту нашу встречу и поддержали. Вам большое спасибо. Будьте здоровы и счастливы. Аплодисментами присутствующие поблагодарили юбиляры за огромный вклад в российскую и мировую науку, укрепление ядерного боевого оснащения, совершенствование военно-промышленного комплекса нашей страны. 6 октября в Сарове состоялся городской конкурс профессионального мастерства рабочих «Золотые руки-2018». Около 200 участников из 11 подразделений ядерного центра, в том числе представители НИИС имени Седокова, добившихся высоких результатов в трудовой деятельности, ставшие образцом соблюдения трудовой и производственной дисциплины, соревновались за звание лучшего в профессии. Подробности далее. Торжественное открытие конкурса традиционно прошло в Центре культуры и досуге Рафиацвнеев. В зале собрались руководители ядерного центра, члены жюри, участники и приглашенные гости. Конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» проходит в юбилейный 60-й раз, но его главная цель остается прежней – выявить талантливую рабочую молодежь и помочь ему совершенствовать свои профессиональные качества и навыки. Государство перед нами ставит важнейшие задачи, но мы тем руководителям и специалистам, мы все четко уверены в том, что у наших работников, у наших специалистов, инженеров, рабочих золотые головы, золотые руки и все те задачи государственного оборонного заказа, заказы от энергетики будут выполнены. Но, тем не менее, квалификацию необходимо все время совершенствовать, и поэтому наш конкурс как раз и предназначен для решения этой задачи. Из года в год число желающих принять участие только увеличивается, поэтому среди конкурсантов проводится внутренний отбор в отделениях и на заводах. Для одних самым сложным становятся сами задания, другим трудности создают собственные эмоции. Для меня волнение, а вот начнешь работать, уже как бы оно проходит. Справиться с внутренним волнением не менее важно было и тем, кто пробовал свои силы в номинации монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Люди этой профессии работают с мелкими радиоэлементами, резисторами, диодами и конденсаторами, а значит, чтобы справиться со своим заданием, им необходимо быть максимально собранными. Каждому выдана заготовка в виде печатной платы, выданы электрорадиоэлементы, которые они должны смонтировать на печатную плату по чертежу с учетом всех требований ГОСТов и конструкторской документации. Задания предназначались для двух категорий. В номинации молодой рабочий в возрасте до 28 лет и мастер для рабочих старше. Взрослые категории на монтаж элементов выделяют 1 час 20 минут. У младшей группы задания чуть проще, но и времени меньше – всего час. Опоздать с выполнением работы можно, но максимум на 15 минут. При этом за каждую минуту с конкурсанта снимают один балл. Но скорость выполнения не главная. Главное – качество работы и ее соответствие ГОСТам. В первую очередь правильность установки радиоэлементов. То есть мы, как я подготавливаю конкурс, делали такие узкие моменты специально. Они должны увидеть эти острые моменты и правильно поставить элементы. Еще одной новинкой этого года стало появление номинации «Инженер-конструктор». «Инженерам-конструкторам нужно смоделировать дотельные модели по выданным чертежам, создание рамных конструкций, создание анимации, фотореалистики, сборочный чертеж в соответствии с требованиями СКД. То есть в основном вся работа, которой мы занимаемся, плюс дополнительные параметры на знание полного функционала САПР-системы, в которой выступают участники». Задания для этой номинации сделали приближенными к соревнованиям «Атомскилз». Поэтому конкурсантам предстояло решать интересные и нестандартные задачи в сложных условиях. «Мы привыкли все обдумывать, продумывать, выставлять, все четно-скорпулезно делать. И поэтому на создание у нас деталей уходит очень много времени, в плане того, что мы их продумываем очень хорошо и много. А «Атомскилз» подразумевает именно конструирование во стрессовой ситуации». Участников конкурса «Золотые руки-2018» оценивал компетентное жюри в составе 69 человек. По итогам конкурса определены лучшие рабочие по профессии – токарь, фрезеровщик, слесарь механо-сборочных работ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор станков с программным управлением, электросварщик ручной сварки, инженер-конструктор. Ежегодно сотрудники градообразующего предприятия принимают активное участие в общеградских субботниках. На мероприятие по благоустройству и озеленению города выходят ветераны атомной отрасли, активисты профсоюза, научные руководители, молодые специалисты. В этот раз сотрудники ядерного центра решили заняться благоустройством аллей на проспекте Мира. Совместную акцию по высаживанию аллей молодых деревьев на проспекте Мира организовала инициативная группа, в состав которой вошли представители команды поддержки изменений и Совета молодых ученых и специалистов РФАЦ ВНЕФ, а также Департаменты городского хозяйства, городской администрации и Управление социальной защиты населения Сарова. Команда поддержки изменений ядерного центра сформирована из участников программы развития управленческого кадрового резерва «Росатома» с целью вовлечения сотрудников в проекты улучшения предприятия и территории присутствия. Инициатором проекта и одним из организаторов акции стал член команды поддержки изменений РФАЦ ВНЕФ Михаил Одинцов. Мы сами вышли с такой инициативой. Эта инициатива получила со сторонней одобрение из сострады администрации, со стороны Департамента городского хозяйства. Эта инициативная группа молодых людей, сотрудников РФАЦ ВНЕФ тоже с радостью откликнулась, так же, как и Совет молодых ученых и специалистов РФАЦ ВНЕФ. Мероприятие прошло в рамках месячника по благоустройству и очистке территории. Подобные субботники проходят в нашем городе два раза в год и уже стали для саровчан традиционными. Если раньше у нас была задача уборки несанкционированных свалок, которые мы решали в рамках субботников, сегодня эта уже задача неактуальна. Сегодня перед городом Сарова стоит задача создания озелененных территорий. Спасибо еще раз, что вы пришли. Очень рады будем дальнейшему развитию этой формы сотрудничества с ГУПО в РФАЦ ВНЕФ. Несмотря на пасмурную погоду, участники акции не отказались от своей идеи. Вооружившись резиновыми сапогами, накидками и зонтами, отправились благоустраивать территорию за Центром социальной защиты населения. И внезапно начавшийся дождь не помешал их планам. Все работают с энтузиазмом, значит никому не мешает. И опытные наши ветераны, и молодые люди, девушки тоже. Все с стойкостью переносят все тяготы и лишения. Ни у кого никаких вопросов, насколько я знаю, не было. Перенести акцию и так далее. То есть решили, сделали. Чтобы работа шла продуктивнее, обязанности разделили. Одни подготавливали место для саженца, другие занимались высадкой, третьи активно поливали будущее дерево. Менее чем за час сотрудники городообразующего предприятия посадили на аллее 20 молодых березок. Надеюсь, они приживутся и будут радовать нас. И не только нас, но и наших детей, внуков и так далее. Очень хочется, чтобы наш город был зеленым, экологичным, чистым. В высадке деревьев приняли участие 25 сотрудников ядерного центра. И каждый из них сделал это не для галочки, а для того, чтобы сделать наш город еще лучше. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru И в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин